В зависимости от того, какие задачи решает то или иное направление, можно определить некоторые, скажем так, прорывные технологии. Если мы говорим про планирование, прогнозирование, как в рамках организации системы здравоохранения, так и в рамках работы медицинской организации, то это, конечно же, работа с Big Data, то есть это анализ и выборка, который позволяет описать некие тренды, позволяет точно спланировать объемы медицинской помощи и ее финансового обеспечения. Если мы говорим про оказание медицинской помощи, то это, конечно же, работа как с большими массивами данных в части именно доказательной медицины, так и использование искусственного интеллекта при непосредственном оказании медицинской помощи. То есть выделить какое-то одно прорывное направление, на мой взгляд, неправильно, в зависимости от тех задач, которые решаются, можно определить тот или иной вектор, который более эффективен. Да, конечно, спикерами были доложены очень интересные доклады, в частности, именно использование нейросетей в распознавании различных форм рака. Также достаточно интересно было представлено бизнес-составляющее, то есть спикеры описывали способы монетизации тех или иных проектов, стартапов и направлений. Поэтому в основном я бы выделил два направления, которые было сейчас отражено. Это работа с большими данными и нейросети и искусственный интеллект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова